Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют Блин, и как нам теперь спасти пёса? Так, скрываемся за вот этими бронированными листами, потом их ломаем Да, да, круто, ладно Бежим, 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 колючая проволока, я понял Очень мало времени, кусаем эту грёбаную проволоку и всё, фух, успел О, только один умный солдат, который скрылся за тем же самым местом, где и я Бежим! Ломаем, бежим дальше Так, динамит Хадамбанггат Чё она там сказала, так и не понял, ну ладно Два На два Время! Хадь, бля-бля-бля! А сейчас что тебе надо? А там три по-моему, да? Да, да, там три надо Шашка на три О, одна Шашка на две Окей, ушки, щас я кину шашку на две На Вот такой вот радостный Непонятно кто Взрывай Вот, а теперь мы немножко почитаем пять дневники Я едва не настиг их, больше такой промашки я не допущу Братишка прислал мне очень приятное письмо, прочитав его и воспрянул дух им Как хорошо, что он снова в Штатах далеко от этого кошмара У парня редкий талант, он постоянно попадает в какие-нибудь передряги Так, а теперь немножко исторических фактов Горвальские стрелки В начале 20 века под управлением Великобритании и Франции находились обширные колониальные владения Которые также были задействованы в войне Войска из Индии были размещены англичанами на Ближнем Востоке И что еще важнее использовались на Европейском фронте Роли индийских солдат в Первомировой не стоит недооценивать Благодаря их отваге и боевой дисциплине было одержано немало побед Спустя несколько лет после окончания войны в окрестностях Невшаппель Франция был открыт сохранившийся до наших дней монумент Который напоминает о принесенном этими людьми жертве Грязь Жизнь в окопах была очень тяжелой Солдатам приходилось бороться с холодом, частыми дождями и слякотью Грязная вода стала причиной широкого распространения таких болезней Как дизентерия, тиф и холера Глубокая грязь также представляла немалую опасность Некоторые бойцы тонули в воронках от снарядов или ведущих в траншеях туннеля Взрывчатка Для преодоления вражеских траншей и окопов Воюющие стороны были вынуждены широко использовать подрывные снаряды Чтобы проникнуть на занимаемые противником рубежи Приходилось рыть длинные туннели Через нейтральную территорию Эти туннели, называемые минами Подводились под вражеские укрепления И начинялись взрывчаткой Британская армия обычно применяла кордит Мощное взрывчатое вещество Которое легко можно было подорвать на расстоянии И немножко о предметах Предметы из конкурса военной истории Завязыватель шнурков Изготовленный полковником Люсьеном Дюфурмантелем Прадедом господина Бенуа Тьедре Из расплавленной гильзы Люсьен служил электрическим Точнее, Люсьен служил электриком В прожекторной дивизионе В чьи задачи входило освещение позиций врага Поздравляем нашего победителя Бенуа Черт, вписит Завязыватель шнурков Изготовленный полковником Люсьеном Дюфурмантелем Прадедом господина Бенуа Тьедре Из расплавленной гильзы Люсьен служил электриком В прожекторном дивизионе В чьи задачи входило освещение позиций врага Поздравляем нашего победителя Бенуа Вот так вот Распятие Многие солдаты были верующими И нередко носили с собой религиозные символы Военным министерствам приходилось учитывать И вопросы веры своих бойцов Поэтому на фронте проводились религиозные церемонии Для всех конфессий Священники, викари и раввины Предлагали солдатам помощь и сочувствие Не ущемлялись и религиозные чувства мусульман Из колоний, которых объединяли в отдельные батальоны Им давали халяльную пищу И помогали проводить похороны Согласно требованиям ислама Компас Чтобы не заблудиться на открытой местности Солдатам приходилось пользоваться компасом Время от времени, поглядывая на штабную карту Задачи по ориентированию возлагались В первую очередь на офицеров И аунтер-офицеров Которые указывали бойцам направление маневра Вот так вот Так, ну здесь я вижу ничего нету Поэтому пойдем выше Ох ты ж, это ножик или что-то типа мачете Ах там граната Песа Что делать, что делать, чё? Помочь? Да, нужны кусачки Так, мы сейчас Пока собачки еще в нормальном состоянии Мы еще быстренько прочитаем Что же нам там дали Что это такое вообще Именно таким ножом пользовались Гуркхи Пайцы подразделения британских колониальных войск Которые набирали непальских добровольцев А национальное оружие Которое являлось для гуркхов Обязательным со временем Стало символом войск Британской империи Его тяжелое и толстое лезвие Имеющее изгиб Позволяло носить Как колющие, так и рубящие удары Наносить Тесик, тише, 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 тише Все, все хорошо А можешь раскусить цепи? Да? Почему бы нет? На Среди бесконечной череды атак и контратак Фредди и Эмиль искали выпри Неуловимого барона И его полк Так Ой-ёй-ёй-ёй-ёй 22 апреля 1915 года Немцы впервые использовали в бою газ Вот такая вот Незадача И как нам, собственно, с этим справиться Песа Ты же можешь сделать это? Давай Помоги нам Ну вот, отлично Начинаем наступление Все благодаря песику Песик прям молодец И мы можем как раз прочитать такие дневники Ну и денёк выдался Сегодня меня дважды спасали от смерти Сначала солдат-американец Потом собака Ну, теперь я, наконец-то, свободен Перед бомбёжкой Видел Карла Надеюсь, он выжил Попробую его отыскать Направляюсь в Бельгию Именно там сейчас стоит этот Треклятый полк Ну, по крайней мере, мне предстоит Проделать весь этот путь Не в одиночку Я встретил забавного пожилого фермера Из Франции По имени Эмиль Он неразговорчив Но, если я правильно понял То его зять немец Это просто какое-то безумие И дня не проходит Чтобы ты не являлся Мне в грёзах Не являлась мне в грёзах Он, видимо, про свою девушку Битва при Ипре Город Ипер Ипр расположенный в Бельгии Имел важнейшее стратегическое значение Особенно для англичан Через него открывался путь на север А значит, на Великобританию На передней линии Здесь сражались солдаты из Канады Доказавшие в боях свою надёжность И закалку Шесть тысяч из них погибло В ходе битвы Произошедшей у Ипра В апреле 15-го года Первая газовая атака 22 апреля 1915-го года Во время битвы При Ипре Произошла первая в истории атака С использованием отравляющего газа Дождавшись благоприятного ветра Немцы открыли 5730 заранее установленных баллонов с хлором Газообразный хлор, проникавший даже через одежду и резиновую обувь Вызывал у солдат ожоги глаз, кожи и лёгких Последствия этой атаки были чудовищными Ведь единственным средством защиты, которое могли использовать атакованные канадцы Были смоченные мочевые носовые платки Вот так вот им как-то хреново было Ладно Собаки на службе К 1918 году немцы использовали на фронте 30 тысяч собак А державы Антанты 20 тысяч В начале войны соотношение было более неравным На 6 тысяч германских собак приходилось 30 французских Животных набирали из приёмников и полицейских питомников Многие семьи добровольно отдавали на службу своих любимцев Собаки выполняли разную работу Они были охранниками, разведчиками Связанными перевозили на себе снаряжение И искали взрывчатку раненых и убитых солдат Псы даже становились талисманами Самыми распространёнными на фронте породами Были немецкие овчарки Деберман, Пинчеры и Бувье Так, стоп Бомбардировка с Цепелина В 1900 году граф фон Цепелин Немец по национальности Построил свой первый дирижабль Жёсткой конструкции Как и в последующей модели Сконструированный графом Этот получил нарицательное название По имени создателя Цепелин С 1908 года На этих дирижаблях начали совершать дальние полёты Цепелин был ненамного медленнее самолётов Того времени и часто, как и дирижабли других наций Использовались в разведывательных целях Благодаря возможности совершать полёты на большой высоте С 1915 года их начали применять для бомбардировки гражданского поселения Лондона и Парижа Так, тут труба с газом Нам дальше не продвинуться Так, что нам делать Что нам делать Нам надо... Ага, он нам показывает, что мы там можем рыть Опа-на Так, пёса Пёса, а ты можешь как-нибудь встать туда? А, да, мне надо сначала взять вот эту гнигню Пустить вниз Потом поднять вверх Забрать вот эту вот... Вот эту гадость Что это? Это медаль Это какая-то медаль Поднять вверх Сказать пёсику, чтобы он запрыгнул Опустить вниз Забраться И сказать пёсику, чтобы он опустил меня вниз Вот такая вот незамисловатая гениальность происходящего Ну ладно Так, у нас здесь есть маленькая проблема Давайте выполним сначала первую часть Нам нужно с вами отвезти вот эту тележку на самое начало Это будет одной из простых вещей То есть нам нужно поднять вон ту трубу Наверное, для нескольких причин, чтобы не задохнуться самим Давай, пёсик Помоги мне Так Давайте Слезем в другую сторону И дотолкай Дотолкай Вот тут рычажок Молодец, пёсик Пёс простой у нас прям очень умный Скатывается он как-то? Да, но не до конца Длинного Прикольно, если бы она скатывалась До суда, например Поднять вот этот рычажок Всё, мы заблокировали эту часть Правда, теперь наши там наверху, наверное, задыхаются слегка Оба-на Мы В каком-то смысле взорвали Почти что Как сказать Эту гадость Переключить Пёсик Отойду-ка я отсюда Нет, видимо Видимо, что-то не так пошло Так, а где мы? А, ну всё-таки живы Отлично О, и нам спустили лестницу Просто великолепно Ну, пёсик, наверное, уже убежал наверх На, вперёд, ага Ну, я на всех случаю Пробегусь назад Посмотрю, нет ли здесь Молодец, пёсик, да, хороший О, здесь есть кучка Так, тут какая-то надпись И Какой-то солдат Ну, дальше нам нельзя Поэтому побежим вперёд Ну, пёсик у нас молодец Да Такой вот хороший пёсик, добренький Пойдём Пойдём, друг негр О, вон цепелин Ох, мать твою На нас опять забрасывают бомбы Причём это бомбы с газом, ребят Это бомбы с газом Грёбаным газом Негр почему-то не решил побежать с нами Он решил побежать поверху Идиот, что ли Надо наоборот прятаться Ну да ладно Эмиль, хоря Разрой мне пока что Так, мы нашли Это, по идее, что-то типа фески Французской только Окей Пёсик, прыгай сюда Я тебя отнесу наверх Отлично Давай, давай, давай Помогай мне, дружок Сейчас, сейчас, сейчас Стой, подожди Сейчас я тебе помогу Сейчас я тебя спасу Молодец Пёсик, молодец Так Да подожди ты Всё Отлично Не за что, мой друг Да, мне нужно, чтобы ты прокусил эту хрень Отлично Ты просто красавец Так вот сюда нам нельзя, да? Да, нам сюда нельзя Это хреново Но в целом нормально На самом деле Давайте пробежимся сюда немножко Возьмём часики Где-то я пропустил, кстати Ой-ой-ой-ой-ой Бежим Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим Анна родилась в Бельгии В Париж она приехала учиться Ей почти удалось отыскать пропавшего отца Судьба была благосклонна Все они двигались в одну сторону Но на подходе к Вими Их заметил германский отряд И тут начинается веселье Субтитры делал DimaTorzok Ну и пока нас не убили Мы можем почитать её дневник Сегодня в 4 часа дня По всему Парижу Звонили колокола Нагоняя страх Какой-то человек на улице Сказал мне, что это был сигнал К мобилизации войск В случае объявления Германии Нам войны Нужно написать отцу И выяснить, что происходит в Бельгии Вот, прочитали её дневничок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мины? В принципе уклоняться легко, но Всё ровно Мне нравится, как они все в этот момент двигаются Так Ах ты ж мать Оу, 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 оу Нигра ранили Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok